Добрый день, уважаемые зрители! В этот прекрасный день в Благовещении я бы хотела вас немножко познакомить, откуда взялся этот прекрасный светлый праздник. Вот и закончились зимние морозы, отшумели метели, пришла весна. В окружающей нас природе все обновляется с ее приходом. Природа просыпается после долгой зимней спячки, солнце растопило снежные равнины, начинают тихонечко злить маленькие ручейки, реки рвут на себе ледяные оковы и вываливаются из берегов. В жизни православных людей с наступлением весны тоже происходят изменения. В марте начался и сейчас продолжается Великий Пост, который можно назвать Духовной Весной, временем обновления и возрождения души, который приготовляет нас к светлому празднику Пасхи. Благовещение – это значит благая весть, хорошая новость. Благовещение – один из великих церковных праздников. Он отмечается во всем христианском мире, начиная с 4 века. В западных странах его празднуют 25 марта, а Русская Православная Церковь отмечает его 7 апреля. Это не переходящий праздник, поэтому отмечается он всегда в один и тот же день. Что же это за весть и кто кому сообщил ее? Почему все верующие христиане отмечают это событие в течение многих веков? Чтобы узнать об этом, надо немножко познакомиться с историей жизни Светлой Девы Марии, Матери Иисуса Христа, потому что этот праздник связан с ее именем. Предание рассказывает, что Мария рано осиротела и воспитывалась при Иерусалимском храме, а когда ей исполнилось 13 лет, то по обычаю ее должны были выдать замуж. Но Мария не хотела выходить замуж, потому что дала обещание посвятить свою жизнь Богу. Тогда ее взял в свой дом ее дальний родственник, плотник Иосиф, который жил в маленьком городке Назарете, к северу от Иерусалима. Мария жила в его доме, помогала ему по хозяйству. Но вот однажды в Назарете произошло необычное событие. Когда Мария находилась в доме одна, перед ней неожиданно предстал ангел. Ангел в переводе с греческого как «вестник». В христианском учении ангелами отводится особая роль. Они или предупреждают людей о каком-либо бедствии, или наоборот, стремятся подготовить их к радостному событию. Так вот, и перед Марией предстал ангел. Ангел говорил, архангел – это старший ангел, посланник Бога. Он сообщил Деве Марии радостную весть о том, что она родит сына и назовет его Иисусом. И он будет сыном Бога. Мария поверила ему, и действительно, через девять месяцев у нее родился Иисус Христос. «Явился ангел Иосифу. Ему он тоже сказал о рождении сына у Марии, и просил не покидать Марию, а заботиться о ней и ее сыне». Вот эта благая весть или благовещение отмечается уже много веков, как большой христианский праздник. Обычно он приходится на период Великого Поста, но отмечается радостно и торжественно, поскольку ангел Гавриил принес благую весть о рождении Христа. В этот день говорят, что птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет. В этот день нельзя даже работать, любая работа вредна. Запрещается даже подметать пол в доме и особенно выбрасывать мусор. С утра пораньше в этот день великие звонили колокола, звали людей в храмы поклониться Богородице. В этот день ангел принес ей благую радостную весть, что у нее родился Сын Божий Иисус Христос. Отсюда и название праздника «Благовещение. Благая весть». Накануне праздника люди припасали птиц. Одни ловили их лесу, другие покупали на китчем рынке, чтобы в праздник выпустить на волю. Считалось, что птицы будут просить милости у Бога для своих освободителей. Эта традиция сохранилась и в наши дни. В некоторых храмах в Благовещение выпускают в небо голубей. Голуби, удальцы, вы на воле полетайте, вы на воле поживите, к нам весну скорее ведите. На Благовещение говорят, весна зиму поборола. Зимний путь рушится за неделю до Благовещения, либо неделю спустя. И в связи с этим народ придумал много интересных примет. Вот, например, если на Благовещение снег пойдет, овса не будет. Дорогие друзья, а какие вы знаете приметы в этот день? На Благовещение дождь, родится рожь. На Благовещение день ясный, к урожаю вировых. Ночь на Благовещение, теплая весна будет дружная. Мокрое Благовещение, грибное лето. Если мороз на Благовещение ударит, урожай на грузди. А гроза на Благовещение обещает урожай на орехи. С Благовещение медведь из берлоги встает. Спасибо тебе, милая весна, за то, что к нам пришла. С праздником вас, дорогие. Пусть счастье будет вам горой. Урожай ввоз большой. На столе большой пирог. Легким вам всегда дорог. Я желаю вам послушания, смирения и любви друг к другу. С праздником вас, Благовещение. До новых встреч, дорогие друзья.